2 Коринфянам 6.15 Бог верен Самому себе отречься от себя он не может 2 Тимофея 2.13 От своей правды святыни и истины Мнишили, якобуду тебе подобен, говорит Бог грешнику То есть, ты думаешь, я такой, как ты Где же будет правосудие Божие? А кто это сказал? Святой, праведный Иоанн Кронштадтский Вот и все Николай Суртаев вышел один на меня и пишет Ролик составили о мощах на нашем видеоканале Теперь стоит Спаси Христос Посмотрю вечером ролик, я за ночь закачал Прошу прощения за упоминание иеромонаха Нафанайла Меня и жена пожурила за это Я отвечаю, храни вас Бог, поговорить с женой вашей Поговорите, может быть, приедете в Потеряевку 14 мая, то есть через 3 дня Будет там митрополит Сергий, помолимся вместе, никогда о том не пожалеете Тут вы не будете чужими и можете говорить, что хорошее есть на сердце Своими глазами посмотрите Место у нас поистине уникальное И далее стихотворение Пока горит в моем окошке свет Спешите забежать на перепутье Поверьте слову Жизнь с людьми не шутит Посмотрите, а света больше нет Чужая шторка за окном видна Чужие руки опустили штору А вспыхнет свет Он не для вас, которых Так ждали у вчерашнего окна Или совета стюарт Этот Николай Суртаев был очень сильно когда-то против Нас все, но все в жизни меняется Мы ему этим не ответили Я не отвечал Но в книге там ему тогда на фанаил Он был и романах, судников Он ответил, подробно разбирая его письмо Если Николай пожелает услышать это Я могу даже тогда вычерпать это Ему показать И теперь этого Николая я с семьей приглашаю Живет он в Горном Алтае Я ему говорю Наберите полную машину людей Это у нас день открытых дверей Два раза в году В день деревни 15 мая ныне И на престольный праздник 16 сентября И праздник наш украсите своим пребыванием После богослужения Трапезу отца Иоакима И затем детский концерт Николай отвечает Суртаев Спаси Господи Прошу брата Игнати Помолиться о нас Господу Богу Николая и Лидия Сачады Ну я сразу все оставил Кажется не досчитал даже Сразу ту же секунду на молитву Приехать не сможем Низкий поклон отцу Иоакима И всему вашему благочестивому приходу А до этого и сектанты и еретики Еще только не говорил И прочее Все это позади Да не вспомянется и досотрется Я отвечаю Мне искренно жаль Они могли бы попросить Кого из близких Чтобы свозили вас То-то будет у вас всех Приятные и памятные воспоминания И вы на деле увидите живую общину И живое общение с Богом И живого архиерея В радости ликующей Таким он у нас всегда Трату разделите на всех И потянете Ну тут одним я отвечаю Если хотите знать еще больше То зайдите на наш сайт Вот здесь показываю К истине народу 299 страница К истинному православию А я говорю вам Любите врагов ваших То есть воевать не воевать Антон Пьянкин Спаси Бог Считал я этот материал И сам до этого убедился В истинности этого Один момент меня всегда смущал Что если христиане будут Нанимать для своей защиты Не христиан Это подлость и лукавство Ведь все равно будет кто-то погибать То есть речь идет о войне А то ведь можно и убийство заказать Ведь ты сам нож не заносишь Я отвечаю И он дальше пишет Спаси Бог Считал я там Он говорит Смотрю ролик События дня Номер 505 Особенно благостно считаете Статью про Таирея Алексея Уминского Радостно То есть видимо он его уважает Увидит что и я его Как это восприял Я отвечаю Не нанимать А просить защиты можно И даже нужно иногда Что показывает нам Святой апостол Павел Деяние 23.16 Услышав о всем умысле Что более 40 киллеров Согласились Не есть и не пить Пока не убьют Павла Сын сестры Павла пришел И войдя в крепость Уведомил Павла Павел же призвав Одного из сотников Сказал Отведи этого юношу К тысяченачальнику Ибо он имеет нечто Сказать ему Тот взяв его Привел к тысяченачальнику И сказал Узник Павел Призвав меня Просил отвезти К тебе этого юношу Который имеет нечто Сказать тебе Тысяченачальник Взяв его за руку И отойдя с ним В сторону Спрашивал Что такое имеешь Ты сказать мне Он отвечал Что иудеи Согласились просить тебя Чтобы ты завтра Вывел Павла Перед Синедрион Как будто они хотят Точнее И исследовать дело о нем Но ты не слушай их Ибо его подстерегают Более сорока человек Из них Которые заклялись Не есть и не пить Да коли не убьют его И они теперь готовы Ожидая твоего распоряжения Видимо уже на шина Ножи натащили Пистолеты взяли Зарядили И все Тогда тысяченачальник Отпустил Большая Там лубянка своя Там не просто взять было Антон Пьянкин Пять минут Хороший вопрос Вот ты И все И все И все И все И все Благодарю за духовную и просвещающую заботу. Ролики просматриваю почти все. За Романа страшно. Глаза у него какие-то неестественные, когда бес сеет эту неправду через его уста. И видно, что он укоряется в этом. Помоги ему, Господь, побороть золотого духа. Да укрепит вас Господь на пути познания и просвещения Божьего Слова и крепости вам телесной. Вправьте вы ему мозги, Игнатий Тихонович. От таких роликов его еще больше подкинет в умствованиях-то. Вот еще одна душа, которую даровал вам Бог для спасения. Да укрепит вас Господь. С Андрусенко очень поучительная беседа. Спаси Христос. И пишет мне священник Петр Михалев. Игнатий Тихонович, Христос воскресе. Отвечаю, воистину воскресе. Можно с вами сегодня поговорить по скайпу. Хотел узнать, как вы понимаете православное учение о спасении? Я прочитал несколько книг по данному вопросу Сергия Строгородского и Михаила Мудюгина, там, архиепископ. Но в их книгах нет четкости и понимания, как все же спасаются люди. А вы вот прикидывайте, как бы вы отвечали? Отец Владимир Карелин, тогда еще РПЦЗ были, приехал к нам. А в это время с Нафанайлом Судниковым мы как раз работали. Я брал записки, их у меня тут несколько мешочков было. Тысячи четыре или пять тысяч записок только. Ну, в разных пяти университетах вел занятия, милиция. И поэтому в письменном виде задавали мне вопросы. И он залез ногами на кровать мою, там, на скворечнике, потерявке-то. И гляжу, копается, отбирает там какие, чтобы при нем я ответил вот на такой вопрос. Ну, а сам-то он думает. И вот интересно, когда я кончил насчитывать уже, ну, свернули мы все. Что я говорю, Анафанаил печатает. Он быстро печатал десятью пальцами. К слову сказать, первый, единственный человек, которого видел, который печатает десятью пальцами, не глядя на клавиатуру и на русском, и на английском, одинаково. Вот такой был ученый монах около меня. Ну, я когда отвечал, он говорит, о-о-о-о. Я, говорит, ни на один вопрос правильно не ответил. Ни на один. А, священник, хороший священник при том, кажется, в городе Шадринск. Я не знаю, там область какая у них. Я ему отвечаю, этому священнику, Петру Михайлову. Если такие знаменитости не смогли убедить вас, ну, Сергей Строгородский, это патриарх первый, советский патриарх, и этот архиепископ в Астрахани, кажется, где-то он был, не смогли убедить вас в том, что знает любая старушка, как спасаться, то мне ли пытаться в чем-то убеждать вас? Деяние 16.31. Они же сказали, веруя в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Для себя я знаю, как спасаться, и это знание преподаю тысячам людей. Верите, чтобы вера была живая, не мертвая. Творить добрые дела с любовью во Святом Духе. И так дожить, умножая свои таланты, дарованные по благодати от Господа нашего Иисуса Христа. Это я все ответ даю священнику Петру Михайлеву. Второзаконие 11.1. Итак, люби Господа Бога твоего, и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановление Его, и закона Его, и заповеди Его во все дни. Иоанн 14.15. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. А заповедь любить Бога ближнего – это первейшее, главное. Иоанн 14.21. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И я и возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам. Ясно, что Он спасенный такой, возлюбленный Бог же. Иоанн 14.23. Иисус сказал Ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». 1 Иоанна 5.2. Что мы любим детей Божьих узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Это я такой ответ дал. Петр отвечает, «Но ведь у вас опыт общения с баптистами, у которых вопрос о спасении стоит на первом месте, и которые говорят, что уже спасены, что оправданы не своей праведностью, а праведностью Христовой». Он-то хочет священник по скайпу, а мы уже говорили с ним не один раз. А теперь я ему отвечаю так, хотя обычно мне по скайпу даже удобнее, но тут, думаю, больше людей услышат. Я отвечаю, «Как у русских говорят, мало ли что по пьянке скажешь». Священник Петр Михайлов, «Но ведь у вас опыт общения с баптистами опять, а как ответить на их уверение православному человеку?» Я отвечаю, «Римлянам 8.24». Библию они любят баптисты, и это они прислушаются. Ибо мы спасены в надежде. Мы не окончательно спасены, а в надежде. Даже говоря так, мы можем всё равно пасть. А баптисты так не понимают. Он уже сидит как бы на облаках и ноги свесил. Надежда же, когда видеть не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? 1 Тимофея 1.19. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Кораблекрушение, если кто видел, ну, картина Эвазовского, если посмотреть, это страшно. Так это в вере. Филиппийцам 3.12. «Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг и усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Он от этого отвечает, «Вы не хотите мне отдавать ответ?» Или, ну, что-то такое. Я даже сейчас его ответ не успел скопировать. Или боитесь там, или что-то. Но я уже все ответил, больше не о чем говорить. Я знаю, я видел, как он ест, тут подкопы делают, подкапываются. Я отвечаю местами Писания, но им надо оправдать себя. Ложное крещение оправдывает, мы с ним говорили. Ладошкой по макушке крещеный, да не крещеный, сейчас строят купели. Но этих-то исправки, которых вы перепортили-то, попы, нет, это не будет крестить. Если ему ладошкой хлопнул мокрый, все, как печать, я говорю, антихриста поставили, уже не продать, не купить. Александр Шереметьев. Это человек, патриот, можно сказать, как он говорит, и вот сегодня он скинул на меня. Вот слова Равина Синедриона, духовного управления евреев в России, Ребе Менахем, Мендел Шнерсона. Первое. Наша специальная тактика борьбы со славянами в силу своей замкнутости является тайным знанием, с большой буквы оба слова. Главным острее борьбы мы направим против славянства, кроме отщепенцев, породившихся с евреями одними интересами. Правда, этих породившихся мы потом, после использования их в своих целях, полукровок-то, изымем из нашего общества. То есть, найдут Гитлера, который им Холокост устроит. С разрешения, с благословения верхушки, как и в войну эту было. Славянство, а среди них русские, самый непокорный народ в мире. Непокорный он в силу склада своих психических и умственных способностей, заложенных многими поколениями предков, генов, которые не поддаются переделке. Славянина русского можно уничтожить, но никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации, а на первых порах резкому сокращению своей численности. Ну и вот это что делают, аборты и прочее. Сократили. И на сколько сократили? На 650 миллионов. Но теперь еще больше. Это пишет комсомольская правда прямо на полном развороте. Если бы большевики не победили в 1917 году, нас бы было уже 650 миллионов. Ну и считайте теперь сами. Второе. Наши методы борьбы будут отнюдь не военные, а идеологические, экономические, с применением силовых структур, оснащенных самыми современными видами вооружения, для физического подавления бунтующих с еще большей жестокостью, чем это было сделано в октябре 1993 года при расстреле Верховного Совета России. Прежде всего мы расчлиним все славянские народы, их 300 миллионов, половина русских, на маленькие, ослабленные страны с прерванными связями. Здесь мы будем пользоваться нашим старым методом разделяя властвуй. Постараемся эти страны стравить между собой, втянуть их в междоусобные войны с целью взаимовыничтожения. Третье. Тупой славянский этнос не понимает, что самые страшные фашисты это те, кто никогда, нигде вслух об этом не говорит, а организует все якобы по самодемократическим нормам, как президентские выборы в марте. Наоборот, мы сделаем само слово фашист бранным. Этого ярлыка будут бояться каждый, на кого мы навесим его. Мы очень хорошо знаем, что национализм укрепляет нацию, делает ее сильной. Лозунг интернационализма устарел и уже не работает, так как прежде. Мы его заменим общечеловеческими ценностями, что одно и то же, то есть это Горбачевское. Мы не дадим подняться ни одному национализму, а те националистические движения, которые стремятся вывести народ из-под нашего диктата, мы уничтожим огнем и мечом, как что делается в Грузии, Армении, и Сербии. Зато мы обеспечим полное просветание нашему национализму, сионизму, а точнее еврейскому фашизму, который в своей скрытности и мощности является сверхфашизмом. Не зря Генеральное Ассамбление ООН в 1975 году приняло резолюцию, в которой определило сионизм как самую отъявленную форму расизма и расовой дискриминации. Но в силу нашего победного шествия на сей планете в 1992 году отменило это решение. Этот международный орган мы сделали оружием наших устремлений по захвату власти над всеми царствами и народами. Четвертое. Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая определяет развитие событий и прогресса страны. И в конечном счете весь ход истории. Для этого мы понизим их образовательный уровень. Уже в ближайшие пять лет мы закроем половину их институтов, а в другой половине будем учиться мы. Пустим туда еще армян, чеченцев, цыган и тому подобное. Мы будем добиваться того, чтобы в правительствах славянских стран было как можно меньше представителей коренных народов, которые будут заменены нашей еврейской элитой. Я не ручаюсь ни за одно слово, потому что это не мои слова, мне сегодня ночью поставили. Сами проверьте, посмотрите. Я вчера смотрел ролики еврейский фашизм, когда при Хрущеве расстреливали евреев, все это были разные, которые там выпускали что-то, и хорошее они делали, и все, и сразу только 21, кажется, или сколько расстреляли. Ну, то есть безжалостно расправились, цеховики их называли, они выпускали нижнее белье, никому вреда не делали. И как считаете, безумие полное. Их надо было награждать, награждать, что они сумели хоть некоторых людей одеть. Это мое мнение. Вот, видите, это за один день я кое-что взял. Какая разница? Вот один пишет о фашизме, другой о вере, третий о своем состоянии. Голубева Екатерина пишет. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. После того, как сын мой отправил вам мое письмо, сообщение, в котором я писал об одной сестре, снявшей с себя сережки, так вот, она вдруг утром позвонила и попросила у меня прощения. Оказывается, что когда я дала ей вашу визитку на Пасху, она дома по ней посмотрела, только не знает, что именно, и решила, что я попала в секту, о чем и сообщила нашему молодому батюшке, о котором я вам тоже писала. Сестра сказала мне, что она дала вашу визитку отцу Андрею и сказала ему, вот, батюшка, посмотрите, Катерина это мне дала, она в секту попала, и ее надо спасать. Она также сказала, что ждала ответа от него неделю. Неделю? А потом спросила его, но он ответил, что некогда было смотреть. Ждала еще неделю, и уже в субботу мне позвонила. Я ее спросила и поминаю, простила, и поминаю на молитве-то, но выговорила ей сначала, почему она не сразу обратилась ко мне, ведь я ее приглашала к себе домой и хотела все показать и объяснить. А сказал ли ей, что батюшка, потом, не знаю, но только я думаю, что он смотрел ваш сайт, так как еще на день жен Мироносец после вечерней службы вдруг неожиданно для всех батюшка сказал проповедь, чего до сих пор не случалось. Вашу визитку я сама хотела ему дать, но только после того, как хотела рассказать о вас и ваших приходах нашим прихожанам. И 8 мая я тоже приглашала сестер, но они не смогли прийти по разным причинам. А потом вдруг неожиданно пришла одна сестра, я ей показала ваши книги и много рассказывала о ваших роликах и даже дала один посмотреть. Но, к сожалению, она сказала, что не пользуется компьютером и так глубоко духовной жизни не увлекается, Библию и Новый Завет она не считает, а только псалтырь на русском языке в храме вижу ее редко. Ох, вот такие дела, Игнатий Тихонович, сама я смотрю ваши ролики и продолжаю милостью Божией бороться со своими страстями телесными. Обжорство, и хотя мой рост 1 метр 68 сантиметров, а вес до поста был 56 килограмм, а к концу поста 52, но через две недели снова набрала 56 килограмм, а иногда и 5 килограмм. То теряю, то снова набираю, это зависит от постов. Так, Екатерина, у вас нормальный вес, так что вы его можете поднять хотя бы до 63 килограмм, еще 10 килограмм можете навешать. Да, это так, входите в норму. То теряю, то снова набираю, зависит от постов. Но страсть, обжорство лютует, ничего этого нет у вас. Ну, не знаю, у вас вес просто прекрасный. А рядом идет сонливость, сон у меня зависит от графика работы. Когда я 2 недели дежурю, то сплю по 6 часов. Когда организм требует 8 часов. А когда не дежурю, то отсыпаюсь и сплю уже по 8 часов. Но это лишку. Я попутно комментирую ваше письмо. Сон можно постепенно уменьшать и уже назад не возвращаться. Выходные, невыходные, с работы нет. Никак не выходите за 6 часов. А то 8. Ничего себе хватило. И вот у меня Господь благословил, у меня сон был 2,5 часа. Послушала вас и решила перейти на 7-часовой сон. Но у меня привычка ложиться очень поздно осталась, а вставать надо рано. Вот пораньше ложитесь. Пока встаю в 6 утра. Но если Бог даст, то со временем хочу перейти вставать в 4,40 минут, как и вы. А 4 года назад я брала благословение вставать ночью на молитву, когда не дежурю. С помощью Божьей исполняла только был небольшой перерыв, когда был большой упадок сил. А теперь помогает ваш пример, чтобы вставать ночью, да и поклонов класть больше. Хотя я еще мало и молюсь, и пост мой всего лишь воздержание от мясной, хотя мясо уже совсем не ем от молочной пищи. А страсти, души, гордость, тщеславие всегда идут по пятам. А если у меня чего-то не получается, то нападать, нападать, страсть, уныние, это вовсе никуда не годится. Стараюсь уповать на промысел Божий. Уныние приходит от плохо сделанной работы. Запомните, плохо постилась, плохо молилась. Вот у вас как раз и есть. Игнатий Тихоныч, когда я вам писала в последний раз, то еще не знала, что у меня будут изменения в плане женских дней. С ними у меня последние два года нестабильность. А это очень для меня плохо. Ничего нельзя точно спланировать. Вот и сейчас пока получается так, что я бы очень хотел к вам приехать в Потеряевку на крещение, для принятия крещения с полным погружением. Но нечистота может помешать, надеясь, только на промысел Божий. Ну уж как Бог велит. Поживете и придете, приедете, не на один день приезжать-то. И готова я впасть уже в уныние, но не теряю еще надежды, что цикл мой переменится. Да, а поскольку мне когда-то один архимандрит советовал прищищаться два раза в месяц, что я делала? А сейчас не могу ничего, так как если я не крещен правильно, то хожу в оглашенных. Это для меня тоже тяжело, и приходит мысль, что если этим летом я к вам не попаду, то мне будет очень тяжело обходиться без святых таинств. И сколько это продлится? Тоже неизвестно. Игнатий Тихонович, а вы мне все-таки скиньте или напишите, а вдруг я к вам приеду к 10 июля? Из Ульяновска поезд идет до Казани, а из Казани до Барнаула, но пока точно не знаю. Ну я это не знаю, справки не могу дать, но точно к 10. Но надо приехать пораньше, запасные дни иметь. Не знаю. Ответить не могу, потому что у нас было, что приезжали позже по каким-то причинам. Батюшка отдельно им проводил крещение. А из Барнаула, по Теряевке ходят ли автобусы или маршрутки? Не ходят. Не ходят. Но идет поезд. Можно нанять такси. Да, Игнатий Тихонович, я у вас спрашивала, как поступать при женских днях. Насчет храма я знала, но ваше мнение мне важно. А вот насчет чтения Библии дома я поступал так ко мне когда-то советовал один у нас очень известный старец Хиегумен, духовник мужского монастыря отец Иероним. И раз уж на мой вопрос, можно ли читать Библию при женских днях? Получил ответ, можно, но так и делал много лет, Игнатий Тихонович. А вы ответили, что нет. Если не задевать, чтобы она открыта была, кто-то листал, можно. И теперь я понимаю, что не зря я вам задала такой вопрос. А только прошу, Господи, дай мне зреть мои согрешения и не осуждать брата моего. И вот неожиданно открываю грехи, которые за грехи не считала. Слава Христу! Благодарю вас, Игнатий Тихонович. Слушаю, как вы один считаете и снимаете ролики, удивляясь вашей работоспособности. Да не похитит никто у вас вашей радости. С благодарностью, Екатерина Волубева. Вот. Ну и сейчас я покажу наши ресурсы. Это вот в первую очередь наш сайт. Это не сайт. Я что сказал? Мой мир. Мой мир Ютуб. Я на него сейчас выхожу и покажу как раз. Вот он как. Видите, тут я видно нет в шапке. В шапке, где сижу. А где с голубем, это контрольные модераторы делают. У нас работает. Ленточный православный форум Игнатий Лапкин. Называется. Просто зарядите и уже найдете. Там храм Христа Спасителя. И прямо тут внизу под бордовой линией личные сообщения. Так вот, главное, чем я пользуюсь. Новое сообщение. На них нажмите новое сообщение и сразу на первую страницу. Новое. Итак, видите, видите дальше и в конце написано общий поиск. Вот общий поиск это главное будет. На него нажмите и сразу же рамочка. И в рамочку вставляете нужное слово. 1600 тем. Сколько здесь всего. Огромнейший материал. Я таких сайтов просто не знаю. Ну и видеоканал. Видеоканал, он так называется. Православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Это в Ютубе. Зарядите. Сразу на нас выйдите. На нас. И тут есть видео под видео слово канал. Главное. Если на главное нажмете, выйдите на жития святых, которые теперь оформлены по одному житию святых. Очень интересно. Но если зайдете, опять нажмете, ну и на наш видеоканал. Канал очень большой. Очень. Вот подписчиков 6898 просмотров. 6257000 роликов. Вчера я смотрел, сколько? 7108 роликов, то есть фильмов. Но у нас меньше 5 роликов на день не получается. То есть тут идет не просто, что ставим, а работа. И дальше это уже в Ютубе, не в Ютубе, а в Гугле или в Яндексе. Зарядите православный библейский сайт во свете Библии. У нас все во свете Библии. Православный библейский сайт. И самое-самое ценное здесь, здесь насчитаны аудиокниги, которые я говорю, златоожитие, все здесь, заходите на наш сайт. И 4124 ответа по темам. И по темам разбито 55 папок. Допустим, первое, прочитаю некоторые, бесы, колдовство, Библия, богослужение, болезнь, будущее мира, вера, взаимопонимание, внутренний мир человека, войны, государство, грех, деньги. Итак, по алфавиту. И это 33 книги, открытым оком, а там все напечатано. И я оттуда выбирал. Когда мне говорили, ваши вопросы разные, а как найти по тематике? Найти-то никак. А теперь-то они вместе. Я считал, что кто-то сделает после моей смерти. Но как стали на меня все больше и больше наседать, мне пришлось все оставить и заняться. И 33 тома по 752 странице заново все просмотреть, прочитать и разнести. Вопросы. Только по вопросам. Но сейчас некоторые вопросы я буду озвучивать. Немножко, совсем немножко. Это мы сейчас по русскому языку говорим. На букву Р. Я вот считаю сейчас. Вопрос 2420. 11 том, открытым оком. Неужели до самой гибели Российской империи так никому в голову не пришла такая простая мысль, что народ должен понимать смысл богослужения? Хотя какие-то книжки были для народа, чтобы люди могли хотя бы дома со словарем понять, что им поют церкви-то? Если такие переводы были, то почему же их не применили на практике? Заметьте, какие вопросы. У нас занятия были очень высокого уровня, которые люди приходили на свои, другие там, уже никогда не ходили. Тут у меня были и профессора, и академики, и СКГБ, и краевая администрация, и ректора, и проректора. В пяти университетах я вел занятия, только в одном 18 лет. Все бесплатно. Ответ. Сегодня мнимо верующие приверженцы церковно-славянского языка долдонят, что нельзя точно перевести на русский язык то, что на таком певучем и таком божественном языке звучит в храмах. Но это есть стопроцентная и дикая ложь. Уже задолго до обновленцев, прозвищем которых сегодня клемят любой просвет во тьме невежества православного, уже были переводы богослужений, руководство к пониманию православного богослужения, содержащие шестопсалмия, часы и песнопения воскресные, праздничные, великопостные, на славянском языке с русским переводом, с приложением наставления о молитве, ежедневных молитв, символа веры и заповедей божьих, составил протоиерей магистр Петр Лебедев, одобрено Министерством Народного просвещения, как наиболее целесообразное изложение учения о богослужении для гимназии и прогимназии. Издание 7, Санкт-Петербург, синодальная типография 1898 года, печатана по благословению Преосвященного Лавра, архиепископа Сиракузского и Троицкого. Типография преподобного Иова Почаевского, Свято-Троицкий монастырь, Жардан-Биль, то есть репринтное издание, 1990 год, страница 176, предисловие. Православное богослужение чрезвычайно благотворно может влиять на душу христианина благолепием храма, знаменательностью обрядов и особенно назидательностью учтений и песнопений. Но тогда как достаточно простого взгляда, чтобы восхищаться благолепием храма, довольно малой христианской проницательности, чтобы сквозь покров обряда видеть важнейшие события из истории нашего спасения и поучиться воспоминаниям их, недостаточно самого напряженного внимания, даже образованного человека, чтобы понять вполне важнейшее чтение и песни нашего богослужения. то есть недостаточно, что самого напряженного внимания, да кто же так стоит напряженно это, у торгового тачка там крутятся, даже образованного человека, чтобы понять вполне важнейшее чтение и песни нашего богослужения, нужно непременно пересчитать их несколько раз, вдуматься в расположение слов, нередко справиться с первоначальным их, с греческим текстом, тогда только скажется уму весь высокий смысл их и почувствуется душой вся назидательность их, чтобы облегчить труд ознакомления с важнейшими чтениями и песнями нашего богослужения. Мы напечатали избранные из них на славянском языке с русским переводом и объяснениями. Собранные нами цветы из сада церковного, да привлекут, да расположат их к частому посещению самого сада церковного, святого храма Божия, чтобы созерцанием красоты и вкушением благ этого земного рая Божия воспитать себя для вечного созерцания красоты, вкушения благ Царства Небесного. Кавычки закрыты. Это предисловие есть лишь пустой звук мечтаний плотского ума, я отвечаю, который колобродит в пустоте созерцания несбывшимся за тысячелетия. Совершенно невозможно, чтобы неграмотные люди сидели с оригиналом греческим или раза на три предварительно считали прокимные кондакии, а потом бы вы их вылавливали в храме. Ах, вот это я считал, считал, или ах, вот это, вот что значит, ах, наконец-то уловил, наконец-то ухватил. Для чего же эти ребусы и шарады устраивать для приходящих в храм? Лука 11, 52. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ в разумение, сами не вошли их хотящим воспрепятствовали. С естественной тьмой намного легче бороться, чем с поповскими закорючками, чем с мраком непонятным от церковно-славянского языка. Псалом 104, 28. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слова его. 1 Коринфянам 14, 11, 19. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец, но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов, но не знакомым языке. А тот один вопрос и ответ. Ну, кому понравится такой ответ-то? И понятно, Андрей Кураев говорит, объяснимо, почему к Игнатию и так относятся. Если бы он не трогал священство, там, богослужения, русский язык, к нему вполне нормально относились. Вот абсолютно правильно. Но как я буду говорить? Вот Джордан, Виль, за рубежом, они говорят, говорят-то, для кого они говорят-то? Никто этого делать не будет-то. Ну, я говорю и отвечаю, и всем нравится. Вопрос четырехтысячный. 29-й том открытым оком. Почему все же так боятся духовные лица перевода Библии на понятный язык? Ответ. Это они объясняют боязнью исказить точность смысла при переводе. Пусть бы и так, но не до такой же степени благоговеть перед святыней, чтобы скрыть ее намертво, никому не давать. Если и дать, то на непонятном языке. Это все равно, как давать воду, запаянную в пуле непробиваемый сосуд, и бояться вскрыть его для жаждущих в пустыне, чтобы случайно туда не попал микроб. Понятно, что все это от лукавого. Первые учителя церкви, апостолы, не боялись говорить истину на всех языках, и никто не думал передавать с абсолютной точностью все и всегда. Попробуйте слищить те места, какие приводит Павел, и как они в оригинале записаны. Он просто на память приводит их и дает иной раз супер вычурное толкование. И церковь приняла эти его высказывания за канон. Галатам 4.20. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. А в бытие написано так. И сказала Аврааму, выгони эту рабыню, сына ее, ибо не наследует сына рабыня и сей сына моим Исааком. То есть совершенно не так. Дальше, Галатам 3.13. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всяк висящий на древе. Автор законе написано ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве. Видите как? И боятся служители алтаря Библии как бес Ладана. И потому лгут без зазрения совести почти все на того, от кого слышат благовестие. И даже никогда тебя не видев, даже не беседовав ни разу. Попу ничего не стоит сам воно с названием имени и фамилии называть православных, которые с Библией в руках, с сектантами, раскольниками, эритиками, отщепенцами, самощинниками. Титул 1.12. Всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Они совершенно не имеют страха Божия. Я говорю о священниках. Надуваются, как индюки, кищаясь благодатью. А если благодать в их противозаконных благословениях при их щиванстве, снобизме и зазнайстве, Библию не любят и не знают. Тупое самодовольство, вопиющее бесталанность и утвердившийся тысячелетиями православный магизм. Это Петр Мещеринов говорит, настоятель Данилова монастыря в Москве, Московской патриархии. Игумен. Лука 11.52. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Деяние 4.17. Чтобы боли не разгласилось этого в народе с угрозой запретимым, чтобы не говорили об имени всем никому из людей. Стихотворение. Понять не оправдать монахов можно, когда они желали так спастись и ощущали всей душой и кожей, сколь временно и кратко эта жизнь. Овсюду обольщение богатством и суетая сует потопом через край, не выбраться и бестолку пытаться, все далее и призрачный и вожделенный рай. А церковь обмерщенная кряхтела под ланью императоров мирских, не о душе заботились о бренном теле и патриарх с синклитом в роскоши раскис. Евангелие слова бога и иеговы выносятся к народу личное богослужение, сылуют крышку, смысл под ней закован, никто слепотствующих вовсе не жалеет. И дырнулись в пустыню с жаждой спастись, свой рацион еды питья уменьшив. Для одиночки был огромный риск терпеть от родственников грубые насмешки, а он опасности и холод пренебрегший питался тем, что бог ослам послал, скорбел и плакал о распутстве прежнем, душил в себе походливость осла. А слово Божие и призыв благовестью идти ко всем народам по вселенной неведом был. Дух взрывался в плесень, духа Иисуса не вошел в скелеты. Как сделалось, что горло поднаперло к шестому веку там, где Магомед? Вину по бабе сбросили на черта, на благовестие идти по-прежнему не сметь. Вина монахов и иноков пустынных по всем расчетам безразмерно тяжко. Не познакомились со словом седародным сыном. Перед щелмой пустыня опустелой ляжет. 26 июня 2008 года. Ну, я думаю, сегодня хватит, я уже кашлять начал, больше не могу. так, попутно спрошу сейчас, кто-то у нас тут есть или все разошлись? Кто остался? Роман, конечно, остался, да моя надежда была допоследу, наверное. Роман здесь, да? Или тоже уснул? Ну, все, тогда отходим. Вы кричайте меня, кто был. КОНЕЦ КОНЕЦ